ГКШП сыграл с нами злую шутку. Все мы зависели от ситуации, от решений руководства. Мне кажется, что развал Советского Союза в результате произошел отсюда, с Севастопольской земли. Деловые поездки, приятные встречи, незначительные траты. Гороскоп на неделю на первой полосе флага Родины словно единственная связь с реальностью. Обращение нового правительства к советскому народу, Черноморскому флоту, кажется более фантастическими. Указы, решения, заявления, все это на страницах севастопольских газет появилось только 20 августа во вторник. Так совпало. В понедельник в типографиях выходной. Никаких журналистских оценок, только документы, присланные из Москвы. Мы обязаны были этого сделать. Причем это было очень серьезно под контролем, в том числе командующего. Очевидно, у командующего свои были посылы, свои были указания, установки на то, чтобы донести соответствующую информацию, которая вышла из Москвы по этим каналам. Поэтому он однозначно потребовал от редактора главного флага Родины, чтобы на страницах газеты были опубликованы эти тексты. Уже потом, спустя несколько дней, появятся и другие материалы о том, как Севастополь прожил эти три дня и три ночи. На страницах многочисленное опровержение от лица военных с конкретными именами, фамилиями, званиями, жирным шрифтом. Флот ГКЧП не поддержал. Корабли в море не выходили. Подводные лодки стояли у пирсов. Сегодня из Москвы в Крым отправился президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. 5 августа. Обычная, на первый взгляд, протокольная съемка. Знал ли Горбачев, что именно произойдет в Форосе, у каждого участника тех событий свое мнение. Леонид Грач, глава Крымского обкома КПСС, встречал семью президента в аэропорту. Он любил водочку, но зелененькой он ее называл. Это была такая бутылка зеленая, и там водочка. Только начали эти все тосты, и Раиса Максимовна на полусловие обрывает все. Нет больше ни сала, ни зелененькой, нет больше партии. После встречи в аэропорту к семье президента из местного политического руководства больше никто не был допущен. Пытались узнать новости напрямую, но связи не было. А в Крым уже летели телеграммы из Москвы с требованием оказать поддержку новому правительству. Но Леонид Иванович остался верен советскому строю. Несколько инфарктов, бесконечные допросы, но это было потом. А тогда, в августе, с тревогой следили за тем, что происходит в Москве. В самом Севастополе внешне все было спокойно. Ни митингов, ни столкновений с милицией. Но к военному противостоянию были готовы. На первом же заседании горосполкома принимается сложное и не единогласное решение. ГКЧП не поддерживать. Кстати, я хотел и прославиться, так сказать. Заказать 5-6 автобусов, посадить ветеранов, поехать в Форос, освободить президента. Кто бы на ветеранов повер? Полторы сотни с орденами, с медалями. Но потом, когда пригласила комбрига пограничников Алферьева Игоря, он мне сказал, что он гуляет там по пляжу, никаких нет. И записку, которую передали, он показал, что никаких не вмешиваться, ничего. В результате я понял, что это все фарс. Телетайпы всего мира обошло незнакомое слово – Форос. Отсюда до резиденции президента на мысе Сарыч всего несколько километров. Саму резиденцию нам посетить не удалось. Охрана объекта продолжается. Пытались проникнуть в Форос и журналисты. Корреспондент севастопольского телевидения Владимир Иларионов рассказывает, готовились словно к военной командировке. На студии автомобиля тогда не было, на котором можно было бы поехать. Поехали на моем «Москвиче» 412 «Иш». Стекла были тогда тонированы титановым напылением. Это абсолютно зеркальная пленка, непрозрачная снаружи. Дорога была достаточно пустынная. До Сарыча мы доехали спокойно. В Форос к даче «Заря» стали спускаться. Не заметили там никакой ни бронетехники, ни какой-нибудь спецдругой техники, ни морских пехотинцев. Из охраны обычный милиционер по форме представился. Я ему показал свое удостоверение депутата городского совета. Этого было достаточно. Мы буквально обменялись там тремя-четырьмя фразами. Он говорит, что Горбачева эвакуировали. Мир и согласие царит над пляжами Фороса. К самому неприятному развитию событий была готова и морская пехота. Они обеспечивали охрану самолетов на аэродроме в Бельбеке. Тогда был командующий Михаил Хронопола такой. Он нам поставил задачу. Сейчас прилетит самолет, надо его остановить, арестовать всех и блокировать, короче. И всех арестовать. Ждали Ельцина или Рудского. Но как только самолет появился в небе, поступил новый приказ. Самолет прилетел, но нам сказали не высовываться и не трогать. А там у меня было три батальона вокруг этого взлетной полосы. Ну и мы никого не трогали. Они сели на старенькие машины, которые им дали, и поехали в Форос. Понимаете, вот эти события, они короткого такого вот скачка политического, они многих очень приличных, очень приличного уровня людей, порядочных, достойных. Смели с карьерной лестницы, с политической, экономической, военной там жизни. А многие, кто переобулся на ходу, кто сумел почувствовать вот этот ветерок новенький, почувствовал вот эту вот ситуацию, способную на ней что-то себе, они, кстати, и поимели определенный дивиденд. Но надо именно этим путем идти, ибо конфронтация, а угрозу мы ее почувствовали зимой и ранней весной, может повернуть наше общество в катастрофу. Это мы не можем допустить. Спектакль абсурда или последняя попытка спасти СССР? Августовские события даже спустя 30 лет остаются одними из самых спорных. Может поэтому их участники не хотят об этом рассказывать? На просьбу об интервью говорили, гордиться нечем, а значит и вспоминать не стоит. Кстати, если вернуться к тому гороскопу, который был опубликован в газете «Флаг Родины», то звезды именно 20 августа предсказывали Михаилу Горбачеву перемену планов под внешними обстоятельствами. Правда, меняться пришлось всей стране. Ольга Кислицына, Александр Попов, Антон Терешкин, Вести, Севастополь.